опа опа так ну что секатор да то есть на любом приусадебном участке вещь как мы знаем незаменимая для обрезки растений там веток цветов там не знаю каких-то там кустарников вот то есть берешь режешь такой вот весь всегда нужное вот отличие лишь в том что как они режут да то есть сколько они служат очень часто так бывает что секатор там после там одного сезона или двух но приходится менять потому что он выходит из строя вот секаторами кайман тут как бы можно сказать что продумано все до мелочей японцы короче говорят это по японские секаторы разработали таким образом лезвие вот что как бы режет она сами видите когда то есть просто как вот нож в масло заходит вот раз 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 то есть до следов никаких да вот на секаторе не остается то есть он идеально чистый то есть сока нет практически вот то есть зарежет просто можно резать им прям вот целыми целый день можно резать не устать то есть руки лежит прямо обалденно хорошо то есть прям вот мне попадает под размер все хотя у меня достаточно большая рука вот то есть вот пожалуйста секаторы сами по себе очень легкие то есть у меня сейчас в руках две модели то есть 202 203 то есть модель вот 203 она сделана просто под под более большую руку то есть модель 202 подка скажем так под женскую руку за под маленькую вот то есть размер секатора 200 миллиметров этого секатора 180 вес секатора 195 грамм всего это вообще ничего не весит 145 грамм длина лезвия здесь на 60 здесь 50 в чем особенность данных секаторов то есть да вот от скажем так от того что есть вообще на рынке на российском но прежде всего конечно это он марка стали то есть да это высоко легированная сталь вот низкоуглеродистая вот достаточно высокого качества потом как бы она специальным образом обработана вот ей имеется специальная закалка которая прокаливает непосредственно режущую кромку но и сам механизм прокаливает весьма саму деталь то есть разного типа закалки используется потом секаторы покрыты специальным хромированным покрытием которая придает жесткость да вот кромки секатора еще из одна одна из особенностей это непосредственно за . самого лезвия то есть за . происходит не по одной грани а скажем так по двум граням да то есть два за точно одновременно две грани чтобы был идеальный срез чтобы они резали прям ровно-ровно то есть вот вы видите половинки они вот прям подогнаны друг другу вплотную прям вот такой еще не что не прям доведены вручную да то есть для того чтобы все было хорошо усложняем рез берем более жесткие ветки никаких проблем увеличиваем нагрузку такой старый старый курс самородина уже даже тут вот этим самым мхом порос то есть ветки толстый давайте порежем так ну что опа ну вот где то вот как раз миллиметров 10 обращаю внимание на срез ну вот прям скальпельные средства живут него нему нельзя сказать что это срезана прям этим самым секатором посадить какой классный сейчас попробую сделать наискось ну давайте вот мы выбрали самая жесткая тут ветка яблони сейчас мы ее начнем с маленьких и пойдем туда вверх и и увеличивать диаметр будем тык тык уже где-то вот сантиметр у меня вот 15 миллиметров как раз пошла ветка здесь конечно надо приложить усилия здесь уже не так все просто конечно как с тоненькими веточками тоненький прям вообще ерунда 1 1 1 вот вот толстая ветка опа все равно вот смотрите с живая яблоня свежие как срезала прям вот сейчас медленно буду срезать смотрите прям как заходит песня просто не секатора песня опа 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 знаете вот я сегодня тут резал резал этими секаторами там до ветки резал там и там кусты там да и все остальное то есть ну честно сказать прям вот ну классная вещь вот очень рекомендую то есть стоит на самом деле не очень дорого вот и при этом как бы это профессиональный инструмент вы всегда его можете найти в нашем деревском центре который находится в городе химки на ленинградском шоссе либо вы можете его приобрести у наших дилеров профессиональных дилеров кайман который находится по всей территории россии с вами был николай пока